Я рад приветствовать хранителей света на канале Дамако. Меня зовут Станислав и мы сегодня продолжаем играть в игру под названием Кэндл. Надеюсь вы ждали, ждали продолжения этой чудесной, прекрасной игры. Я лично ждал её с нетерпением и вот сегодня мы посмотрим продолжение истории. Давайте, давайте наблюдать, давайте радоваться и болеть за нашего маленького чудака. Вперёд! Ладно, короче, тогда бежим к воде. Ну, в принципе, костёр можно было разжечь. Я просто понадеялся, что возможно это поможет, но не получилось, нет, нет, ничего страшного. Привет, безумец, мы здесь вновь. Погнали тогда в воду. Там-то точно нам можно будет проплыть. Теперь, по крайней мере. Наверняка, мы что-то сможем Заюзать там. Или что-то найти. Тихо. Всё, в воду погнали. Хопа, нырнули. Сейчас хапнем кислородой и поплыли дальше. Всё, и погнали. Так, не-не-не-не, погодь, 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 это хрен, честно, должно пройти. Так, тихо. Ещё раз. И погнали теперь. А, да тут не так уж далеко и плыть-то надо было. Так, смотрите, здесь какое-то специальное отверстие сверху, оно ж не просто так. Воу-воу-воу! Это чё за хрень? Ты чё за хрень? Пипец. Короче говоря, мы туда вышли, да, и нас червяк может сожрать теперь. И надеюсь, я не с самого начала ещё буду бежать. А там уже окажусь. Давайте, давайте, там меня грузим. А-а-а! Ну, пипец! Ладно. Так, ну вот, дорогие друзья, я вновь здесь. Давайте поплывем ещё здесь снизу немножко, проплывём и посмотрим. Может быть, здесь что-то припрятано? Ага, нет, здесь стенка, здесь ничего не припрятано. Тогда пробуем здесь что-то достать. Наверняка здесь что-то можно взять, да? Отламываем. А, я слишком долго отламывал. Выходит так. Так, вот знаете, что мне пришло в голову? Это же глаз, да? Наверняка его можно слепануть. Слепанём сейчас его, попробуем после этого. Он там сейчас откроет? Ага, вот он ушёл, да? Я так и подумал. Так, теперь пытаемся отломать, пока его нет. Ломай, 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 ломай. Отломали. Что за хрень? Что это такое вообще? Золотой минерал. С помощью забытых технологий предки могли расплавлять такие камни в огне и создавать из них разные чудесные предметы. Обихода. Это ценный и полезный минерал, но искусством работы с ним едва ли кто владеет. Ну, а это наверняка кузнец сможет нам помочь. Он при помощи этого металла сможет его поплавить и сделать всё-таки рычаг нам. Да, вот этот вот, наверное, сможет. Извините, я плохо видел, текст вообще плохо вижу. Ну, вы сами в курсе вообще, да. Что я далековато сижу. Не, реально, с монитора. Не с монитора, а с телевизора плохо видно. Так что прошу прощения и за это. Ну, мы сейчас, короче, валим туда кузнецу. И попытаемся у этого кузнеца всё-таки при помощи этого минерала починить наш рычаг. И по помощи рычага, естественно, сделать уже... Посмотреть этот вот рисунок на стене. Так, ребят, вот я и у кузнеца уже. Давайте посмотрим. Да, я могу, смотрите, с ним разговаривать насчёт металла. Он такой, о, кусок говна какой-то принёс мне тут. Я ему говорю, да давай чини уже, тварь. Он такой, а, ну ладно, положим всё вместе. А теперь давай, делай. Всё, ждём тогда. Сейчас он нам быстренько прокуёт. Ну, как быстренько? А как сможет, конечно, соединил там всё вместе. Как-то странно он, конечно, всё это делает. О, смотрите-ка, получается у него, получается. Типа, джоми-джоми. Ща-ща, братан, сейчас будет тебе вода, не переживай. Всё, давай. Пошла вода. От этого-то. Давай, покунай уже. Закаляй металл. Красавчик просто. Всё сделал правильно. Вот это всё прям нужное сделал. Рычаг готов. Ждём корректировочки. Ну, спасибо. Кузнец поблагодарил Теку. В горне стола палало пламя. Это тебе спасибо, мужичок. С ноготок мы погнали. Ю-ху! Ура, ребята! А мы всё сейчас посмотрим, что на этой горе нарисовано. Наконец-то! Оценим! Заценим! Ага! Вот и мы! Так! Особо слабонервным просьбой не смотреть. Я имею в виду этого бедного психопата. Я чувствую, что он сейчас не переживёт этот момент. Включаем рубильник! Подключаем свет! И погнали! Давайте наблюдать, что же там... Ага, я же говорил! По-любому будет что-то собака мне такая тут показывать что-то. Смотрите, какой-то интересный рисунок проявился здесь. А главное, странный. Линзы. Так, давайте, смотрите, несколько линз. Когда он вставил свечу в старинный артепакт, лучше зарил большую фреску. Вот она! Скрытая картина! Так, смотрите. Какая-то рыба. Люди тонули. Гномы какие-то странные в бочках. Кто-то ловил рыбу. Ну, короче, придурковатый народ, понятно всё. Сами искали смерти. Какой-то тотем глазастый. Петушка. Петуху молились, что ли? Коза жрущая. И они тут такие... Ага! Веселятся! Сено! Жбут сено. Кто-то прячется в сене. Человек... Какой-то человек... Редис. Может, Хэллоуин у них был? Они тут... Смотрите, что-то происходило. Офигеть, это чё такое вообще? Они тыкали носом. Какие-то психи вообще уже начинают психами казаться мне. Они кого-то тут... Смотрите, одного кого-то кормили до жирноты. Он потом умирал, наверное, сосками вверх. И они его тыкали носом. Это чё за психи клаченые? Смотрите, наверное, кого-то откармливали. Вы знаете, картина есть такая. Есть картина. Я не помню, кто живописец. Там откармливали кого-то... Типа, про... Про... Сатану, что ли? Они откармливали. Он кормился ими. И пожирал их бедных. Короче, смотрите. Здесь что-то поливали какой-то шнягой. Пипец. Вообще больные на всю голову, ребята. Оказались. Ну, гномы больны. Ну, видите, да? Я пытаюсь разглядеть ещё мелочи какие-то. Но я понимаю, что они вот кого-то откармливали для кого-то. Да, это всё происходило. Поклонялись. Умирали. Редиски. Ну и всё. А что тут ещё смотреть? И нах... Что мне это дало? Ещё раз? Что-нибудь поменяется? Нет? Наверное, нет, да? То есть я же никаким образом воздействовать не могу. Ну, вижу петушечку. Ну и всё как бы. Ну и что смысл-то? В чём? В чём смысл? Ладно, давайте. Попрыгали отсюда и заберёмся сейчас туда. Посмотрим в той области. Что нам всё-таки от нас-то что требуется? Что вот с этого знака? Что мы можем? Наверняка это не просто так, да? То есть это вот эти знаки. Так, ну я ничего не вижу, да? Такого. О-о-о-о! Могу теперь взаимодействовать. Птица. Птица. Бог. Кораблик. И какая-то херня. Так, я не понимаю. Так, сейчас будем разбираться. Что здесь типа того? О, это что такое? А это откуда здесь? Змея какая-то. Тут, наверное, бог. А, тут какое-то было тело лежало, да? Непонятно. Они его тыкали пальцем. Носом. Тут был петушок такой какой-то. То ли змея. Может быть тут была свечка, а тут был этот петушок или птичка. Нет? Так, давайте еще раз посмотрим картину. На ней же все указано. Но там божество. Слева вверх, сверху. Если это вообще что-то значит. То, что я думаю, да? Почему-то указатели стрелок. Стрелки, указатели стрелок. А сверху там такие маленькие выбоины. Зачем они нужны, тоже непонятно. Наверняка что-то, что-то значит. Чтобы мы могли сориентироваться. Понять. И осознать. Так, давайте еще раз посмотрим. Так, смотрим. Маленькие гребаные гномы. Какая-то рыба сраная. А, это, наверное, червяк. Вполне возможно, это червь. Да? Водный. Он уже вылазил тогда. Нет, это не такой червь. Какая-то рыба, короче. Непонятно. Но тут петушечка. Возможно, павлин. Да? Павлин. Тут костер. А тут какой-то труп. И вот идут сосками. Откармливают. Ну и в центре божество сидит. Вот это вот непонятное. Что-то за хрень какая-то. Поливают его водой. Что-то здесь кто-то на крыльях летает. Смотрите. Икар какой-то, видать, местный. Так, ну, вот это похоже на индюшку. Да? На птицу такую. Вот это похоже на червя. На гребаного. А это похоже на костер. Но вроде как. Они тут разожгли, да, веселятся. И тут божество. Только непонятно, как смотреть. То есть ориентиры же должны быть какие-то. Может быть, где-то есть ориентир? Типа стрелки там все дела. Нет. А, ну вот, возможно, вот эти вот, это вот, типа, окна. А стрелки, их не видно. Выбуинки, похоже. Может быть, это вот и есть окна вот эти. Чик-чик-чик, четыре штуки. А, ну, давайте теперь сходим, попробуем. Попробуем. Погнали. Вроде догадка хорошая, да? Посмотрим сейчас. Почему-то красным. Красное, фиолетовое. Я тоже, кстати, на это не обратил внимания, да? Серое. Фиолетовое. Может, цвета тоже важны? Не просто так они, да, раскрашены по цветам. Раз, два. Ну, рыба была, вот эта, змея была красная. Давайте попробуем так сделать. Змея была красная. Хотя огонь-то тоже, вроде как, не белый. Но давайте вначале попробуем огонь, змея и птица. Вот так вот, не катит? Может, тогда по цветам надо ориентироваться. А какие там цвета были? Вообще, что это за знак такой? Если бы рыба была, вот эта была красная, змея, например. Если это змея, опять же. Так, ладно, я сейчас подумаю и посмотрим, что получится. Так, ну давайте попробуем еще что-нибудь придумать. Я что-то ни хрена все равно не понял вообще. Ну, красным, возможно, змея. Возможно, змея. Голубым, по-моему, это вот это божество. Возможно, это будет птица. Только какая вот пока непонятно. Какая птица? Может, это? А может, это? А что вот тут вот? Который вкусный 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 вкус возможно разгадка совсем другом они кита все зеркальные вы посмотрите так давайте костер поставлю здесь ну пока вот мне лично непонятно что от нас требуется то есть что-то вроде проясняется но вот что конкретно понятно что с картиной это взаимодействие с картиной не так все просто но что конкретно в этой картине надо уяснить как бы да ну вроде в центре божество то картине божество снизу какая-то рыба а может змея да довольно таки вот как бы я думал реально что это вот так вот змея здесь у нас огонь похоже на огонь вроде да здесь божество ну а здесь либо птица но птица вроде как но больше вроде ничего не происходит может надо жахнуть еще вот этим вот такой типа жмак нет ну вроде как нет наверно сразу что-то должно произойти но давайте я еще буду съесть ковыряться думать варианты перебирать там посмотрим вы знаете это каком мысли пришел смотрите возле каждого вот этой картинки есть чувачки в колпачках но я не знаю сколько это вообще рабочая идея но вот они вроде как есть вот смотрите фиолетовый вот огонь фиолетовый возможно фиолетовый огонь вот здесь смотрите чувачок код в сером карп ну в стоком сессии снова поняли сереньком колпачки возле рыбы возле петушка ответе красненький колпачок у типу чувака возле божества как я уже сказал там вот может быть голубоватый зеленоватый но возможно возможно давайте попробуем этот вариант проработать ну что ну непонятно непонятно честно слово возможно какие-то это такая подсказка что цветами такое чувство что тоже что-то да значит фиолетовый значит си зеленоватый это божество до серый это рыба но змея фиолетовый это у нас костер красный это у нас птичка петух этот гребаный либо вот этот вот петух либо тот здесь все правильно а здесь у нас значит божество как и должен понять как бы сработало это или нет вот это что за хрень вообще непонятно так а может быть ну попугай вот этот гребаный тоже непонятно вот это на два таких запутывающих элемента которые чисто нас пытаются ввести заблуждение чтобы нам нельзя было просто перебором это все сделать непонятно опять опять непонятно ладно давайте другая какая не должна быть теория так ребятки еще одна мысль появилась смотрите количество перьев количеством этих перьев вот это одно перо вот это вот 4 пера три пера 6 перьев вполне возможно что это как-то туда что-то да значит то есть мы вообще наверно не то смотрел и не то понимал как вполне возможно что-то то начало здесь должно быть одно перо здесь типа два пера ищем два пера два пера здесь возможно три пера а здесь возможно четыре пера нет так тогда откуда надо начинать потому что перри это точно вот прям вот прям осенило меня это мысль о том что перья наверняка перья не просто так ну тогда откуда надо начинать почему-то эта картинка зачем она вообще тогда нужна может она что-то дозначит один-два один два так надо пойти посмотреть еще раз с этими знаниями надо пойти еще раз посмотреть на картинку потому что уже я даже не знаю что еще можно предположить возможно на картинке тоже есть подобное то есть тоже есть тема с перьями и мы должны понять где что как зачем может даже цвета нам подскажут потому что картинка по-любому что-то должна значить она не просто так что мы просто взяли ее и открыли как бы да типа 1 2 3 4 возможно это последовательность картин и тебе надо понять может быть цвета в какой последовательности должны идти может вот это что-то укажет красный фиолетовый я вижу зеленый и желтый в принципе вариант эта хрень вообще непонятная может быть картина тоже надо к знаете типа я просто типа вожу вас заблуждение 1 2 3 хохолка это вообще непонятно тут тоже непонятно этом по 3 может быть означает учить тут тут ну тут тоже три чувака пляшет вокруг костра тут четыре чувака стоят красный красный может быть выделяют типа нам четвертый красный серый ну довольно таки пока странно странно я не понимаю пока последовательность вообще где что кого для чем это картинка непонятно непонятно ладно давайте как бы я еще раз потыкаю может быть что-то действительно и придет в голову еще дополнительно попробую я еще раз с этой загадкой подумать дорогие друзья мне пришла такая мысль в голову я ковырялся ковырялся как бы сморосматривал ту картину мне такая мысль пришла вот мы вроде как бы разобрались до перья наверняка это цифровые значения потому что там действительно по одному перу два пера три как бы ну вы поняли да и я начал задумываться почему вот этот вот кружочек который нам показывать почему не показали сразу всю картину почему дают маленький кружочек значит надо что-то искать на этой картине при помощи этого кружочка я начал задумываться а что конкретность можно было искать и отличительным характером отличительным чертой точнее всего да а оказались вот эти вот человечки с колпачками долбанными на голове и я подумал они же все цветные может нам надо просто найти какое-то количество цветных человечков на природ коричневый например да сколько коричневых например человечков и мы ищем этих коричневых странах человечков одному пока я вижу только один здесь тут красным что ведь они там с подпрятаны что-то еще вот второй второй коричневый человечек так третий коричневый человечек так это я не не тут коричневого человечка 3 коричневого человечка 4 коричневый человечек так тоже нету это не коричневый человечек непонятно 4 ладно 4 4 5 5 5 коричневых человечков запомнили 5 коричневых так я запомнил даже запишу Пять коричневых. Так, дальше. Смотрите, зелененькие человечки. Один зелененький человечек. Проверим такую теорию. Как бы получится? Ну, хорошо. Потому что у меня просто я другой мысли пока не нахожу. Уже цепляюсь за все, что можно. Это два зелененьких человечка. Два зелененьких. Так, подождите. Это был второй человечек? Ты второй? Да, вроде как, да. Он второй. Два зелененьких. Тут никого. Два зелененьких. Пять коричневых, два зелененьких. Давайте фиолетовых теперь искать. Фиолетовый тут точно вот один. Вот один фиолетовый тут. Два фиолетовых. Два, три фиолетовых. Так, три фиолетовых. И красных, по-моему, красных только один. Я вот сейчас заметил. Один красный. Три фиолетовых Да, раз, еще раз Два Три фиолетовых Погнали Попробуем сейчас, получится у нас Хорошо, нет, ну пипец Я прям не знаю даже Фу, такая головоломка Я не знаю прям Неприятная Так, два фиолетовых Три фиолетовых И раз Два Или два Так, ладно, коричневых пять Так, давайте посмотрим Три, один, четыре Пять Может быть шесть их, да? Красный один И голубеньких Голубеньких было Зелененьких, да? Зелененьких два было Вот зелененьких было два А этих было три Да Да, ё-моё Слава богу Ты мне достойна, гребаная Загадка Смотрите, здесь что-то еще открылось Клюв Но я когда разгадывал Я так и подумал Что, наверное, во вклюве Что-то спрятано Потому что там Зеленоватым Таким цветом светилось Что это такое вообще? Кристалл какой-то Так, погнали Погнали тогда Заберем эту частичку Я не знаю, что это такое Ну и я так понимаю Что нам надо валить Возможно, этот кристалл Надо будет вставить Там, где мы освободили Чувачка, да? Нашего Соплеменника Вставить там в пазы И тогда мы, наверное Сможем пройти за ворота И освободить Нашего шамана Дуримана Капец, просто капец Вот это загадка была Сколько я на ней потратил времени Я даже не знаю Минут, наверное, 20 Я сидел, думал Так, о, зелененький, да Значит, точно два этих надо вставить О, картина, смотрите Теперь Теку мог рассмотреть изображение В центре фрески Находилось жуткое чудовище Которое хохотало во всю пасть Хм, ха, ха Я думал, оно пожирало все У него, у его ног Капошились люди Теку понял Что именно эта картина Свела беднягу с ума Но, что это было за чудовище? Почему племена Поклонялись ему? Может, оно просто веселое существо? Это не страшный Бог А он веселый Он хохотал Знаете А всем нравилось Что он хохочет Они все Его кормили ради этого Поили Ну, как бы он веселил всех Погнали Все Пока, безумец Увидимся в следующей жизни Мы уходим Фух Да Такая, знаете Такая головоломочка-то Сразу не допрешь Я просто говорю, я уже Это просто была одна из теорий Которым пришлось подумать Ну, как бы, задуматься Может быть, типа, это так Хотя, наверное, если бы я не отгадал бы Вот по такому поводу Я бы что-нибудь еще выдумывал бы сидел Хотя это довольно-таки Не просто там что-то придумать Так, а куда я бегу-то вообще? Мне вообще сюда надо? Нет, мне вообще не сюда Мне же надо было Я вообще, а зачем я сюда побежал? Я вообще задумался, как бы У меня вот эта вот головоломка, она просто мне в мозг выела Я такой сижу сейчас просто и бездумно Бегу куда-то, сам не знаю даже куда Мне вообще не в эту сторону надо Капец Ну что, извините Настолько я сейчас просто реально задумался Настолько вот это тут Капец, головоломочка Побежали, побежали Дружище, а нам в эту сторону Нам обратно надо в пещеру Ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Ой, безумие, безумие Что такое безумие Вот что такое безумие Бежим, Теко, бежим, друг мой Залазь, бежим Нас ждут великие дела Сейчас сохранимся, наверное Чтобы этот, блин, этот кошмар больше не повторялся Хотя, в принципе, сейчас-то уже все понятно Там пять Три, два И один Так что проблем не будет Так, давайте Фу-фу-фу-фу Восемнадцать десять Видите, сколько времени я потратил С момента последнего загружения Пятьдесят пять минут Папец Тридцать минут я думал, наверное, насчет головоломки Так, давайте я сохранюсь На что-нибудь Вот это, наверное, вот здесь будет Так, давайте тогда вставлять А какой вставлять куда? Разницы нет? Ну, вроде как вставил он Наверное, разницы нет А, и барабан А, вот что Вот зачем вот она Да барабаном у него Барабань давай, мужик Ну, куда ты попер-то? Барабань, барабань Давай И что, не открылась? Не понял Может, надо какой-то конкретно барабанный Ну, то есть, надо А, под гром Под гром Под гром и молния, наверное Да А, не один раз даже еще Ждем, ждем А то, видимо, чтобы нас не спалили, да? Какие мои конспиративные ребята Посмотрите Молодец Справился Со своей задачей, барабанщик А мы пошли Все нормально Все нормально Все получилось, ребятки Все получилось Сохранить О, да А, так надо Это уже и сохранить Так Ну, все, хватит Как только он вошел в туннель Огромная каменная дверь закрылась за его спиной Теку поднял свечу, пытаясь углядеть какие-то либо зацепки И понять, что делать дальше Огонек свечи озарил Узкий проход Опустив свечу к земле Он поискал следы Яка И его похитителей Склонившись к самой земле Он вдруг заметил Несколько темных фигур Отделившись от камней Это ловушка Теку выбрямился И тут же получил сильный удар по голове И больше он уже ничего не видел Теку Открой глаза Очнись Приходи в себя Теку медленно сел Его голова раскалывалась на части Это ты? Слава божественному свету Я боялся, что ты погиб при нападении на деревню Как тебе удалось сюда добраться? Я уже думал, что все пропало Хотя учители и ученик были заперты в клетках Они не могли скрыть радости при виде друг друга А то я вижу Улыбаются прямо в весь рот Теку рассказал шаману о том Что несколько Несколько Односельчан Уцелело в пожаре О своих приключениях на болоте И о том, как обезьяны Перенесли его через кроны деревьев Смотрите, как прикольно Он по болоту передвигается Обезьянки тоже прикольные Я с удивлением слушал рассказ своего подопечного Так они разговаривали довольно долго Пока Теку не спросил о странном существе Нарисованном на стене пещеры Которому поклонялись все вокруг Учитель сразу посуровел Казалось, он предпочел бы Никогда бы этого не обсуждать Все началось задолго до твоего рождения Как ты знаешь, наши предки были рождены После четвертого уничтожения мира Мы расселились по земле И пытались чтить богов Чтобы не вызывать их гнев И не докатиться до новой катастрофы Жить в гармонии и уважении К окружающему миру Это в нашей природе, верно? Но еще мы унаследовали что-то темное От предвечной ночи Что-то толкающее нас Не на добрые А на алочные и злые поступки Снова начались раздоры Между племенами и огонь Который Некогда символ Мудрости и священного дара Создателей Стал служить разрушению О, смотрите, какой здоровенный кота Казалось, что мы были обречены Но на этот раз мы были не одиноки Вот это вот эта тварь здоровенная После первых эпох Появились могущественные создания Гигант с птичьей головой Осененный светом и мудростью Он показал нам Как отстроить города И научил предков тому Что они давным-давно забыли Люди назвали его Теска Именно его изображение Ты видел на стене Но чудовище, которое видел Теку Выглядело скорее как тиран А не мудрый лидер Жирный, смотри, какой В его глубоких миндалевидных очах Отражалось безумие Увидев озадаченность ученика Яка продолжила рассказ Со временем Под рукой Теска Наши предки стали Стали благоденствовать Или что там благоденствовать Постепенно они принялись Поклоняться ему как богу А некоторые стали Приносить ему жертвы Чтобы добиться его внимания И расположения Тут, смотри, жирный какой стал Сиськи обвисли даже И тогда племена раскололись Одни принялись Хватать пленников В соседних деревнях А приносить их в жертву Теска Сейчас психи кончены А другие покинули свои дома И отправились Как можно дальше Прочь от этого безумия Наши предки пересекли море Но той ночью Нам пришлось снова Встретиться с нашим прошлым Была в этой истории Одна загвоздка Которая никак не мог понять Теку Во время рассказа Шаман упомянул Об этой странности Слишком уклончиво Почему существо Столь мудрое и лёброе Как описал Яка Соблазнилось И принимало Ужасные приношения Но прежде чем Теку Успел спросить Об этом Прямо Разговор был прерван С пояса Война с веса Два связка Ключей Это ведь могли быть Ключи от клеток Теку придется придумать Надежный способ Добыть их Избежать Так все Да получается Мы послушали всю историю Открылась нам Часть истории Этого мира Получается Создание Создание Почему Началось В принципе Видите как У народа У этого Даже без этого Тески Была склонность К жестокости К насилию К захвату власти При помощи Физической силы А не какого-то Духовного развития В принципе Не было бы Тески Они бы придумали Другие способы И начали бы все равно Приносить жертву Если у них такая была В этом необходимость Как вы сами понимаете Что Теска Он просто был Инструмент для того Чтобы Ну как я просто это вижу Да что это просто Обычный инструмент Для того чтобы Создать новое общество Новую общину именно Это был толчок такой Но в любом случае Почему Теска Действительно Стал принимать Если он был настолько Мудр Настолько могущественен Изначально Может просто конечно Власть скружила ему в голову То что маленький народ Который окружал Эти земли Это была новая цивилизация Да Что она именно Начала поклоняться Может быть это Действительно ему Скружило голову И он просто Под этим безумием Так уже сказали В миндалевидных глазах Виднелось безумие Но об этом Во всем Мы естественно Узнаем в следующих сериях Я уверен Почему-то мне так кажется Что мы с этим Теска Даже еще встретимся Вполне возможно В следующих сериях Где-то под конец игры Наверное возможно Даже мы его и увидим Встретимся И сможем Лично поговорить с ним А может быть и нет Не знаю Но в любом случае История выдалась Очень увлекательной И интересной Я надеюсь Что вам это нравится Я вижу что Некоторым из вас Конечно нравится эта игра Большинство Я так понимаю Не очень Потому что люди Видимо хотят Видеть экшончик А это все-таки квест Но не важно Главное что Мне она нравится Некоторым из вас Она нравится Это самое главное Будем дальше продолжать Смотреть эту историю И посмотрим уже Что будет С нашим Теку дальше Ну и с Шаманом тоже Надеюсь вам понравилось Ребят Если это так Тогда не забывайте Ставить, комментировать Делиться и подписываться А также добавляйте плейлисты Приступайте в нашу группу Вконтакте А с вами был Станислав Я всех вас скайпко обнимаю Целую Люблю Увидимся в новых прохождениях Всем пока